Всем привет! С вами Георгий Черданцев и Константин Генич. Мы с вами на футболе. Этот футбол вас точно не разочарует. Точно так же, как и наша работа. Ну, по крайней мере, мы постараемся. Все готово к началу поединка. Вратари в воротах, футболисты на поле, болельщики на трибунах. Готовые комментаторы, в общем, все на своих местах. Лучшего момента, чтобы начать этот матч, придумать тяжело. Смотрим состав Уфы. Учитывая выбранную тактику, команда не готова бросить все силы в атаку. 4-5-1. Состав гостевой команды. Схема 5-3-2, как мы видим. Посмотрим, что из этого получится. Первый удар по мячу и игра началась. АПЛОДИСМЕНТЫ Посмотрим за этой атакой. АПЛОДИСМЕНТЫ Судя показывает, что будет у главы. На вес. Не точная передача. Вратарь без труда сбирает мяч. АПЛОДИСМЕНТЫ Забивать надо. Это штрафной. А карточку Судя, видимо, забыл в раздевах. АПЛОДИСМЕНТЫ Вот это удар. Пенальти. Вообще пробить пенальти и забить разные вещи, но сейчас они совпали. Говорят, что пенальти это всегда лотерея. Категорически не согласен. Пенальти это мастерство. Что мы сейчас увидим. Хорошее исполнение пенальти. Качественно и уверенно пробил игру. У нас есть возможность посмотреть на этот гол с другого ракурса. Первый гол был забит по истечении 10 минут матча. Вратарь без труда. АПЛОДИСМЕНТЫ Дмитрий Стоцин. Плохая передача. Еще бы ее не перехватили. Дмитрий Стоцин. Какой навес! Угловой. Нам повторяют забитый мяч, который вывел команду вверх. По центру укладывает мяч в ворота этот игрок. И мне кажется, что все движения вратаря он полностью контролирует. Таталь первый на мяче. Он просто не заметил оппонент. И как опасно пробил. Относительно легкий мяч для вратаря. Он бьет. Хороший удар. Ну, каков защитник, а? Артем Тимофеев. Аут около штрафной. Это может быть опасно. Дмитрий Стоцин. Вратарь выходит и свободно забирает мяч. Рукой можно было и поточнее вести мяч. Потеря. Павел Яковлев. Попытка нанести удар головой. Фантастика! Гол со второго этажа. На такие голы можно смотреть бесконечно. Шедевр. Кстати, этот парень делка свою отлично знает. Не первая его передача такая. Идеальное исполнение. Видно, что на тренировках времени даром этот парень не терял. Вот именно так и надо завершать угловые. Хорошим, точным ударом. Да, головой сыграл просто бесподобно. Как ты в лучшие годы. Счет снова равный. 1-1. Отличный прием. Вот так держать. Чтобы получить мяч, надо за него побороться. Диего. Удар. И голкипер вступает в игру. Можно выдыхать. Это угловой. Игра остановлена. Мяч коснулся руки. И вот очень интересные новости до нас доходят с трансферного рынка. Оскар переходит в пассажир из Челси. Да, совсем скоро информационное поле нормализуется и будет ждать какой-то новой сенсации. Павел Яковлев. Совсем не обязательная потеря. Эту передачу надо было перехватывать. Иначе... Какой удар. Вот это спасение. Ждем угловой. Выбивает фратарь мяч подальше из штрафа. Почти подошли к воротам. Но защитник на чеку перехватил он эту передачу. Отобрали мяч у соперника. Теперь можно начинать свою атаку. Передача назад на голкипера. Тянут время. Стадион свистит. Дмитрий Стоцкий. Артем Тимофеев. Ничего даже делать не пришлось, чтобы этот пас перехватить. Табличка в руках четвертого судьи. Три минуты добавлен. Пас голкиперу. Тянут они время. Артем Тимофеев. Диего. Вес. Спасает фратарь. Но мяч у атакующей стороны. По разу сумели отличиться команды. В первом тайме пока ничья. 1-1. Закончен первый тайм. Игра с равными шансами. Пока закономерная ничья. Да, если резюмировать события первого тайма, то пока абсолютно равная игра. Редактор субтитров А.Семкин Вообще пробить пенальти и забить разные вещи. Но сейчас они совпали. Попытка нанести удар головой. Фантастика. Гол со второго этажа. Удар. И голкипер вступает в игру. Можно выдыхать. Эту передачу надо было перехватывать, иначе могли возникнуть проблемы. Какой удар! Вот это спасение! Ждем угловой. Угловой. Тренер решил сделать двойную замену, выпуская двух свежих футболистов. Перерыв закончен. Команды на поле. Арбитр дал сигнал начинать. И у нас второй тайм. Поехали! Павел Яковлев. Это штрафной. Прекрасный навес! Защитник не дает развить атаку, перехватывает передачу. Это может быть опасно. Ушел мяч. Аут. Аут. Субтитры сделал DimaTorzok Павел Яковлев Это может быть опасно Забивать надо И пошла передача Отличная игра в пас Все точно и по делу Багис Галиуллин Потеря, все, в оборону И это удар! Простили соперника, а ведь лидерство было так близко Похоже, готовится замена Простили соперника, а ведь лидерство было так близко Простили соперника, а ведь лидерство было так близко Багис Галиуллин Артем Тимофей Павел Яковлев Обратный пас Очень быстро сыграет И вот-вот на поле появится свежий игрок Замену гостей Ну и посмотрим, что принесет эта замена Плохая передача Еще бы ее не перехватили Слушайте, ну это просто Барселона Гвардиолы в лучшие времена Багис Галиуллин Прекрасная передача До ворот далековато, но надо рисковать и бить отсюда Итак, замена Весьма вовремя, надо сказать Редактор субтитров ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ударище просто! Проверка голкипера. Да нет, он все еще здесь. Мяч за пределами поля. Угловой. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Мяч летит. Ох, не повезло. Рикошетом от защитника. Гол! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Нет, нет борьбы на поле. Я настроился на жесткую, такую упертую игру, но то, что мы сейчас видим, делают, что хотят. Еще бы. Они свободно чувствуют себя у ворот соперника. Полное преимущество по ударам и, думаю, по владению мячом. У нас есть возможность посмотреть на этот гол с другого ракурса. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Стадион захлебнулся буквально в эмоциях. Непередаваемый накал. Ключевой момент игры сейчас наступает. Да, тут либо пан, либо пропал. Поэтому эмоции и бьют через край. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Потеря. Как он работает с мячом! Всех обыграл! И как пробеял! На месте голкипер. Все в порядке. Через 7 минут закончится дополнительное время. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Загружает мяч в штрафную площадь. Мяч на боковой линии. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Надо постараться удержать преимущество. Поэтому и происходит это за ним. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА В чем Тимофея? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Посмотрим, сколько времени добавлено. Три минуты. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Павел Яковлев. Решил пробить. Хороший удар. Ну, каков защитник, а? Удар со второго этажа. Финальный свисток. 2-1. Окончательный счет этого матча. Я не сомневаюсь, что на пресс-конференции тренер победителей скажет сегодня, а зачем нам долго владеть мячом? Гораздо важнее не долго владеть, а эффективно. Хорошая фраза, яркая. И самое главное, уместная. Если команда настроена должным образом, процент владения тут будет играть далеко не решающего. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Кулакова 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 выдыхать это угловой эту передачу надо было перехватывать иначе могли возникнуть проблем какой удар вот это спасение ждем угловой мяч летит в сторону ворот ох не повезло рикошетом от защитника гол